здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта у нас очередной замечательный ролик который называется как сведет лаванда давайте посмотрим вот она лаванда вот они красивые лавандовые поля мы с Владимиром закончили полет но в смысле полет не закончили закончили учебное задание и можем вполне вам слетать показать эти поля ну пониже что ли поярче это место находится на удалении сейчас у нас 15 километров от нашего аэродрома получается северо-западнее и кстати мне одни тут смотрите снимаем лаванду он наш коллега подлетел тоже видать радуется действительно это сейчас самый яркий момент светения этой лаванды видите планер сейчас я попробую вам поближе поснимать то есть тот момент когда поля максимально насыщены вот этими красками красивыми они отсловались он не лавандой любуется он на самом деле просто выпаривает ну ладно значит мы с ним нам с ним не по пути нам высоту набирать не нужно нам не нужно тратить а поэтому мы сейчас вам показываем на фонде лавандовых полей здесь не красивейшая лавандокурня вот я сейчас и вам крылом и и покажу вот вот сейчас там да и лавандокурня это прям этой же лавандой топят эту лавандокурню представляете лаванду сначала собирают и она получатся на таких делинных стебельках вот эти все красивые я сейчас начинаю снижение чтобы вам получится подснять и вот эти степельки они крайне красиво смотрятся в таких пучках все пахнет безумно но стебельки совершенно бесполезные потому что в них не содержится вот этого масла она все в основном содержится в цветочках цветочки убирают я уже даже не помню какая технология короче я бы помню что после того как это все ошпарят паром то есть вот эти цветочки а швайда шпаривать паром вместе с паром уходят частички уходит вот это масло то есть это не варят а именно на определенной температуре пар должен обтать и вот это дальше огромное количество влаги с ароматическими маслами перегоняется в кубах так чтобы отделилась отделились спирт и масла ну как и допустим самогон перегоняем там же тот же принцип то есть спирт испаряется раньше и оседает в определенном то есть он первый испаряется а потом идет какая там гадость уже так вот и здесь идет испарение вот этого лавандового масла потом сначала когда ошпарили потом получилась вода с лавандовым маслом и потом получилось уже чистое лавандовое масло когда это все перегнали а для перегонки используя жмых которые образуются вот эти вот эти стебельки их сушат и получается такие огромное количество этих пеников которые бросают в печку полтора километра высота я думаете полей и вот вы можете посмотреть как они прекрасны так высота до аэродрома долетаем-долетаем нормально пошли пройдемся пониже ну вот друзья смотри как из поля выведет 200 километров в час скорость больше не могу в смысле меньше меньше боюсь потому что мне потом надо придет перевалить сейчас я вам еще делаю спиральку сбрасываю скорость сброс скорости вызывает рост высоты проверяют долет до аэродрома более чем достаточно сейчас будет крайний разворот мне надо после этого через первых через перевал пройти и вы увидите дальше как можно удаление сейчас 15 километров запас высоты прихода на аэродром 200 метров но это немного поэтому я больше хулиганить не буду делаю крайний проход видите на картинке получается что при полете над полем оно не так смотрится красиво потому что вы неудачно смотрите на все вот эти лавандовые кустики сейчас мы максимально красивый удачный ракурс сделаем тоже будет низко уже поэтому поля должны смотреться просто волшебно вау просто восхитительно вот самая наверно самый такой красивый момент эх красота а склон работает на самом деле немножечко нас придерживает делаем проход над лавандовыми полями еще немножечко видите перед нами склон и мне надо перевал пройти перевал вот он я как бы его уже автоматически прошел поэтому могу еще позволить я тем более сейчас по ветру это горка оптимально расположена попробую вам немножечко дать эти поля с другого ракурса но смотрим с этой стороны красиво смотрится все ну так да кстати тоже неплохо но видите мне нельзя заигрываться у меня высота не такая большая на критом вот я ухожу в центр долины не буду не хочу оставаться справа с западной стороны от склона потому что там прохода к нам нету поэтому у меня единственный способ дойти до дому это уйти сторону центр долины вот сейчас по центру долины путешествовать в сторону нашего аэродрома пройдемте поближе к елочкам когда еще так можно когда высота не нужно можно проскочить так я люблю этот лес очень сильно такой сочный зельм вся такая насыщенная прям летишь одно удовольствие как лететь ну и соответственно скорость 180 км в час дает очень точный контроль за планером то есть ну хоть мы и близко к рельефу но это совершенно ну не страшно что ли потому что планер очень четко контролируется совершенно небольшими движениями ручки то есть если бы я здесь летел медленно вот это было бы проблемой когда быстро летишь ничего страшного с тобой случится не может но понятно что быстро бывает и двести 50 км в час тогда уже начинаются другие проблемы что на 250 км в час планер может получить перегрузку избыточную на конструкцию если сильно работать управлением ну и на 300 км в час по идее возникает может возникнуть флатер когда вот крылья вот так начинают трястись потрясу крыльями смотрите вот так трэм 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 только это произойдет с усилением амплитуды и после этого бак и все и привет но мы так конечно не хотим я увеличиваю скорость потому что мне не нужен испыток высоты у меня раз высота прихода на аэродром начинает возрастать высота 1300 метров аэродром 720 соответственно у меня еще на шесть километров которые мы у нас остались огромная высота вы сейчас увидите приход на аэродром на какой высоте мы туда прискочим выточный запас над нами планер вот мне компьютер показал что над нами планер 370 метров естественно его не вижу потому что он сильно выше я бы мог сейчас зайти вообще с прямой так называемая посадка когда ты идешь на соревнованиях но без надобности такую посадку делать не стоит потому что наш аэродром без регулирования ну или я могу на самом деле заложить лонг файлом файл в принципе это не сложно так давай так и сделаем я лонг файл сделаю выкидываю шасси есть заодно тебе покажу как это делается так удаление от аэродрома 4 километра давай как на соревнованиях прямой вот друзья вы видите наш аэродром это один из еще типов захода он неправильный когда это не нужно делать на соревнованиях часто с помощью него приземляются что нужно я сейчас довернул на аэродром и начну травить высоту интерцепторами чтобы прийти ровно на высоте как не нужно докладывать только доложиться нужно по рации кто-то там что-то докладывал поэтому я просто чтобы не лезть сразу на рожон послушать эфир у меня рация была выключена я делаю контрольный кружочек ожидательный такой естественно на соревнованиях никто так не делает а это самолетик летит вон буксируется у нас давайте я покажу вам вон в конце долинки буксируется после взлета с соседнего аэродрома красненький буксировщик это не наш вот он взлетел вот с этого аэродрома аспермонт и соответственно летит на горку набирать высоту нам же забирать высоту не нужно нам нужно приземлиться и соответственно я докладываюсь теперь что мне будет лонг файнал удаление у меня 38 километра стерла воде индивидетор лонг файнал рунвей ванэйд и дальше я использую и дальше я целюсь наш аэродром как обычно идешь на высокой скорости пытается выборить еще видите а самолетик летел вот поэтому это та причина по которой не стоит зерне пользоваться заходом с прямой потому что это увеличивает нагрузку совершенно необоснованно сейчас я исключительно учебных целях делать делаю я сейчас иду на немножко на выпущенных воздушных тормозах скорость у меня сейчас 150 просто потому что быстрее долететь а вот сейчас я скорость гашу до 20 вот я регулирую точку выравнивания где-то в районе колдунами колдуна сейчас чуть не долетаю соответственно чуть убрал по сути нужно регулировать и я сейчас опять же выпущу закрылок на полную чтобы закрылком иметь более качественную посадочную конфигурацию скорость по 20 на заходе почему я держу 120 потому что друзья я прохожу видите деревья дома и прочее зачем мне понятно что 120 запасена энергия но лучше я энергию запашу в скорости чем высоте то есть я предпочитаю заходить на чуть повышенной скорости 120 сейчас можно было расстаться 15 заходить по и на 105 но ниже тихонечку под подходим полосе подходим подходим решу решу и вороб и вот я коснулся еду уже попалась и все то есть касание у меня на там 95 километров в час там хотя могу коснуться на 80 но мне опять же больше нравится плавно подвести планер планете коснуться так чтобы не было вот этого отскока козла то есть если это все сделать то касание там на тех же 90 95 она лучше чем посадка повороне на 85 на 80 когда планер настолько так сказать нос задран что первым касается заднее колесо и дальше планер после касания этого заднего колеса делаю такой небольшой бум а в землю основной стойкой шасси то что резко падает угол атаки и бах 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 вот так вот планер у нас развернуть следующий взлет то есть можно и вот так видите как разворачиваться мы я готов к следующему полету валовать как там понравилось можно но ты понимаешь да что это исключительно для понимания того как на соревнованиях приземляется с прямой ну и я доложился что будет лоинг файл соответственно все понимали что это будет там как минимум километра два ну обычно идет доклад там на соревнованиях идет три километра доклад и тогда все понимать что через там одну минуту планер будет на точке ну что ж вот вот такой вот веселый лавандовый ролик с кусочком посадки как вы любите бы уважаемые любители летных видов спорта планер это волшебство это возможность совершенно по-разному делать кучу вещей вот главное полностью понимать что ты делаешь и иметь план на чуть чуть вперед то есть вот каждое действие должно быть иметь план на чуть чуть вперед использовать какие-то запасные варианты это наверное вот все что нужно для безопасности полета на планере вашу диапазон его работы совершенно потрясающий мы можем снижаться теряя с одного метра о из вот качество максимальная планета 1 1 метр пятьдесят он пролетает а может лететь так что с одного метра шесть пролетает и совершенно огромный вот этот угол который мы можем регулировать и и будем лезать безопасно гиги 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 Продолжение следует...